Про компьютеры в последний раз я рассказывал в октябре месяце прошлого года, и это был The X Spectrum, английский популярный компьютер начала 80-х годов. Однако сегодня мы затронем советскую технику, и как вы уже поняли по названию в видео, сегодня я буду рассказывать про компьютер, называющийся ПК-01 Львов. Давайте я наконец начну. ПК-01 Львов. Это восьмеразрядный и учебный бытовой компьютер, разработанный Владимиром Яковлевичем Буйдой и выпущенный в 1986 году во Львовском политехническом институте. Это если что Украина, город Львов. На момент выхода стоимость компьютера составляла около 750 рублей, а выпускался он с 1986 по 1991 год, начало 90-х. Создание малогабаритного компьютера для специальных задач началось в Осовом конструкторском бюро Львовского политехнического института в начале 80-х годов. Годом рождения компьютера ПК-01 Львов можно считать скорее не 1986, а 1985, потому что именно в тот год его первый прототип был выставлен на ВДНХ Украины. Он получил награду, а следующая соответствующая информация была уже передана во Львовский институт. Компьютер поступил в продажу в 1986, и через некоторое время была создана специальная лаборатория, в коллектив которой входил также разработчик ПК-01 Владимир Яковлевич Буйдой. Также там работал студент Зазорик Михаил, но по окончании учебы в лаборатории он не остался. В лаборатории были созданы уже другие модели ПК-01М, ПК-02 и ПК-03, сделанные на базе 16-битного процессора Intel 8088. Однако последний компьютер ПК-03 так и не был выпущен, и существовал лишь в опытном экземпляре. А после распада Советского Союза так вообще был заброшен, точнее работа над ним была прекращена. Как-то так. Всего было выпущено около 80 тысяч копий этого компьютера. В основном использовал салон для организации учебных классов в школах, в вузах, а также в качестве рабочего ПК, в научно-исследовательских лабораториях. Мы советуем вам всем подружиться с ЭВМ! Мы любим быть в этот мир! Ни к чему запоминать! Хей-хей-хей-три даже есть! И такая кнопка есть! Мясо-пьютер-рубница! Вместе с нами трудится! Он заваришь нам во всем, мы с ним рядышком идем, прямо в 21-й век! ЭВМ-ЧЕЛАВЕК! Самый точный выбор в море информации для вас. Это ПК-01 Львов. Технические характеристики этого компьютера следующие. Процессор КП-580ВМ80А, работающий на частоте 2,22 МГц. Если что, КП-580ВМ80А является функциональным аналогом 1974 года процессора Intel i8080. Это был даже не просто процессор, а микропроцессор. Быстродействие компьютера составляет около 200-300 тысяч операций в секунду. Память. Оперативная 64 килобайта, включая видеопамять 16 килобайт. И ПЗУ, то есть внутренняя память 16 килобайт. Внешняя память бытовой магнитофон. И больше ничего такого интересного. Ну, разве что можно было использовать бытовой телевизор в качестве монитора. Вот, в принципе, все. В качестве операционной системы здесь выступает свой Бэйсик. И это уже не удивительно, потому что Бэйсик присутствовал также и на других компьютерах. На том же Комодор 64, в котором был не просто Бэйсик, а Комодор Бэйсик со своими плюсами и минусами. В советском компьютере БК-10, в котором был кроме Бэйсика еще язык программирования Афакал и Ассемблер. А в ZX Spectrum, чтобы вы понимали, вообще стоял TR-DOS. Это уже семейство DOS систем, о которых я может бы и рассказал. Но не буду, ибо хронометраж растягивать как-то не хочется. Вообще с этим была очень странная ситуация. Дело в том, что когда компьютер только вышел, для него официально вышли несколько программ. И все. Это все, чем его смогли оснастить. А последующие разработки, интересные, стали результатом бурной деятельности как среди простых любителей компьютера, так и небольших кооперативов. Во второй половине 80-х годов информации про него было очень мало. Например, та же книжка руководства программисту была выпущена только в 90-х годах. Очень жаль, что интересные разработки стали появляться немного позже. Однако, поверьте, они все же были. И среди них были игры. Они были даже несмотря на то, что компьютер скорее предназначен для программирования, нежели для игр. Поэтому вот вам демонстрация. Продолжение следует... 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 Эмуляция ПК-01 Львов существует. Если перейти на статью в Википедии, то можно внизу посмотреть на ссылки, которые там ведут на эмуляторы. Первая ссылка ведет на эмулятор от Харда Витсома, написанная на Ява. Точнее Виздома, извиняюсь. Но он не работает. Ссылка открывается на Wayback Machine, а на Wayback Machine уже там она не работает. Грустно и печально. Эмулятор Игнатичева, который в принципе запускается, но точнее запускается его сайт. И то на Wayback Machine. Эмулятор 3000, который эмулирует как другие советские компьютеры, так и ПК-01 Львов. Мэйм. Эмулятор аркадных автоматов, в котором содержится драйвер Львив. И эмулятор Башкирия 2М, который также эмулирует этот ПК. Но для меня самым лучшим выбором считается именно эмулятор 3000, который способен не просто запускать операционную систему ПК-01 Львов, но и также игры и прочие необходимые файлы. Ссылка на эмулятор будет в описании и игры в том числе. А что касаемо нашего времени, то компьютер можно купить на OLX и на Авито. Но поскольку компьютер является раритетом, то есть очень редким, там цена будет соответствующая. 5000, 6000 местами даже 7 может быть. Ну в общем дороговато. Но если у вас такие деньги есть, можете купить. Этого мне не нужно, потому что я не коллекционирую такое. Вот и в принципе все. Это все, что я хотел рассказать про ПК-01 Львов. Мне самому было интересно рассказать про него, немного его изучить. Отдельное спасибо каналу Каптейн Странник за помощь и за участие в видео в целом. Ссылка на его канал будет в конечной заставке, в подсказках, ну или в описании под видео. Все, всем удачи, всем пока, спасибо за внимание, берегите себя.